Доброго времени суток YouTube, уважаемые наши контрагенты, и я вновь на страницах приказа 749N Минздрава Российской Федерации. Пункты 46, 47, 48, 49. Давайте еще раз на них подробно остановимся. Я чувствую, что нам придется на них останавливаться очень часто в последнее время, потому что пунктов немного, а вопросов по этим пунктам, ну, несколько десятков, если не сотен. Итак, 46 пункт. Применяются методики при психологических обследовании. Измерение артериального давления понятно, оценка вариабельности сердечного ритма непонятна, короткая запись 5 минут, а если она будет 4 или 10 минут, сенсомоторная реакция на свет, это еще можно себе представить, только не сенсомоторная, а зрительно-моторная реакция, если правильно методику назвать, она будет называться простая зрительно-моторная реакция. Не сенсомоторная, а зрительно-моторная реакция на свет. Сложная зрительная, опять же, да, то есть сложная сенсомоторная, зрительно-моторная реакция на звук и свет. Получается две методики. Одна методика на свет, а вторая сложная тоже на звук уже и свет. Выбор, реакция выбора. Реакция на движущийся объект тоже понятна. И ММПИ, это при периодических, я так понимаю, предполагаю, что это при периодических психологических обследованиях. Тут вроде бы все понятно, есть время, работники приходят к 8-9 часам утра в лабораторию или в кабинет психологической диагностики и проходят эти методики. Время у них есть, там несколько часов, предположим, там 1, 2, 3, 4 часа. ММПИ занимает в среднем 1,5 часа плюс-минус 10 минут. Тут, значит, остальные методики тоже, эта методика примерно займет 5 минут, надеть манжету, померить давление, вариабельность сердечного ритма, это займет порядка 10 минут. Человек должен сесть, надеть эти крокодильчики себе на запястье и пройти эту методику, тоже себе можно это представить. Эту можно представить себе реакцию, но тоже она занимает порядка 5-7, может быть 10 минут, простая зрительно-моторная реакция. Здесь вот я не представляю себе, что значит на свет и звук, вернее, такой методики на звук и свет не существует. Это должны быть две разные методики, сложная зрительно-моторная реакция на звук и сложная зрительно-моторная реакция на свет. На свет, в этом смысле, я еще могу себе представить, но это в виде аппарата электроэнцефалографа, ЭЭГ. А когда вот там стимуляция идет такая звуковая в наушниках или же в двух колонках по бокам от человека. И, соответственно, еще есть такой как бы стробоскоп, который сверкает и тоже человек замеряется и проверяется его эпиактивность, если об этом идет речь. Соответственно, обратите внимание, я сразу же перейду к обследованиям психологическим перед началом рабочей смены. И ту же самую картину мы тоже с вами видим. То есть это вариабельность сердечного ритма, ее еще можно себе представить, замерить это за 5 минут. Вариабельность сердечного ритма. И опять мы с вами встречаем вот эту методику, сложную зрительно-моторную реакцию, правильно я ее буду называть, зрительно-моторную реакцию на звук и свет, реакция выбора. Соответственно, еще раз повторюсь, это должно быть не одной какой-то пробой сделано, а как минимум два. То есть человек, который писал вот этот пункт, он наверняка не представлял себе, что это может быть такое. То есть это должна быть сложная зрительно-моторная реакция на звук, это первая методика. То есть их надо разделить на две. И вторая методика это сложная зрительно-моторная реакция на свет. Вот так это должно быть написано. Писать здесь через и звук и свет неправомощно. В природе такой методики не существует. Я еще раз повторюсь, ее в природе не существует. И это должно быть две разных методики. То есть тут ошибка и непрофессионализм явный того человека, кто это все составлял. Соответственно, это можно себе представить, вот в частности, на звук и свет, опять же, в рамках ЭГ-исследования, когда на человека накладываются 19-24-32, ну разные аппараты существуют. Накладывается шапочка такая резиновая с датчиками, занимает это профессиональная медсестра, может это сделать минут за 10, там гель используется, да, соответственно, там накладывается на скальп человека. Датчики, повторюсь еще раз, от 18-19-24-32, разные аппараты. И, соответственно, это около 10 минут у медсестры занимает, а в дальнейшем уже специалист запускает программный комплекс и замеряет эпиактивность. Если исходить из названия, то предполагается, что вот это именно это, ЭЭГ, электроэнцефалография. Соответственно, мы говорим о предсменных, еще раз повторюсь, психологических обследованиях перед началом рабочего дня. Это займет бешеное количество времени. Представьте себе медпункт, который обслуживает один, может быть, не один, может быть, два, три цеха. Например, работники утром выходят на работу, в одном цехе, предположим, 20 человек работает, в втором, может быть, там разное количество, может быть, цехов, 50, 100 или еще как-то люди распределены. Кто-то начинает проходить обследование об утреннюю смену, кто-то в дневную смену и так далее. Одним словом, организовать это с точки зрения технической, теоретической, легко можем написать реакция сенсомоторная с ошибкой, реакция сенсомоторная реакция на свет и звук, легко и быстро это все написать на бумаге с ошибкой даже, пускай, бог с ней, с этой ошибкой. Но не теоретически, практически реализовать это невозможно. Повторюсь, первое, ни один нормоконтроллер не пропустит такое время трудозатрат перед выходом на рабочую смену. Допустим, там 50 человек в цехе работают минимум, да, соответственно, их всех надо обследовать. Их надо обследовать, они могут работать в дневную, в ночную, там, в 3 смены могут работать, даже в 4 смены могут работать люди. Все зависит от производства как такового. И вот эти бедные, соответственно, психофизиологи должны находиться на своем рабочем месте, чтобы все это провести. То есть пропустить первую, вторую, третью смену. У них тоже должна быть, соответственно, первая, вторая, третья смена. Не могут же они там находиться круглые 24 часа. Это абсурд полнейший. С организационной точки зрения, повторюсь, организовать это невозможно. Даже если на предприятии будет там штатных единицах, там, 3-4-5 психофизиолога, поскольку далее идет такая, допускается, это мы сейчас отдельно обговорим вот об этом пункте, то есть результаты специалистам-психофизиологам, соответственно, должны быть внесены в журнал регистрации и оформляется допуск, не допуск. Вот представьте себе, человек уходит на ночную смену в час ночи, предположим, ну, по-разному, может быть, в 3 ночи, в 4, в 5 ночи, может быть, смена начинаться. То есть, соответственно, находится психофизиолог на своем рабочем месте и не один, а несколько, электроэнцефалографист должен находиться на рабочем месте, психофизиолог и, как бы, несколько специалистов. Не могут они быть один в одном лице и ЭГ проводить, или реакцию на свет и звук, и все остальное, еще остальное. И, соответственно, должна быть очень сложная процедура. У нас в лаборатории такая инструкция предприятия есть, значит, мы ее создавали, я лично ее создавал. Ну, соответственно, для нормоконтролера это очень проблематично, то есть допустить таких людей. Ну и, кроме того, это надо очень сложная процедура, организация вот этих работ. Вот для психофизиологов их не один должен быть, и, соответственно, целая процедура после. Вот, предположим, не допускается до рабочую смену, фактически человек лишается заработка, он вправе подать в суд в этом случае на предприятие. То есть его психофизиолог, никто и ничто, электроэнцефалографист в лучшем случае, не допускают до работы. Он не получает своих денег законно, он трудоустроен, у него трудовой договор по законодательству Российской Федерации должен быть. Это абсолютнейший абсурд. Это никак не организовать с технической точки зрения. Дальше. Допускается проведение психофизиологического обследования перед началом рабочего дня смены с использованием дистанционного контроля состояния здоровья работника. Вот этот, как бы, даже не под пункт, а вот как бы перечисление какое-то идет без нумерации, без всего, это тупость полнейшая в организационном плане. Дистанционное обследование, вот всего этого, соответственно, это технически невозможно. То есть, все равно в любом случае человек должен находиться, его должен видеть электроэнцефалографист, если мы проводим электроэнцефалографию, даже если без нее, а просто проводим ВСР, значит, сенсомоторную реакцию, сложную зрительно-моторную реакцию. Соответственно, это тоже дистанционно реализовать невозможно, если мы говорим о предсменных в начале рабочего дня психофизиологических обследованиях. Представьте себе скорость проведения через интернет, то есть, это должен быть все равно какой-то клиент на стороне специалиста, клиент на удаленной стороне, где-нибудь в Москве, предположим, да? В Москве тоже должен сидеть какой-то человек и допускать или не допускать, то есть, он видит этот результат. Мы предположим такую фантастическую картину, что есть какой-то клиент на стороне предприятия, значит, люди проходят ПЗМР, СЗМР, РДО, вот эти самые методики упустим, опустим пока за скобки Г и все, что с ним связано. Организовать это все в Москве, то есть, соответственно, там должны будут сидеть специалисты, и вот люди у нас, значит, в Мухосранске выходят на рабочую смену, их 50 человек, они заходят на свой медпункт и проходят предсменный контроль. Соответственно, в Москве должен сидеть специалист, который будет это оценивать, их результаты, и, соответственно, каким-то образом участвовать в допуске, недопуске этих удаленных людей. Значит, я еще могу понять удаленное психологическое обследование при периодическом мониторинге еще можно проработать и подумать над этой схемой, но подумать очень серьезно. Организовать же предсменный контроль перед выходом на рабочую смену удаленно невозможно ни при каких обстоятельствах, и, тем не менее, вот приказ этого требует. То есть, предсменный контроль, как вы удаленно померите вариабельность сердечного ритма. То есть, это должна быть какая-то связка. А если таких предприятий в Российской Федерации не один, не два, не три, а вообще только атомных предприятий, более 800, а если говорить о других предприятиях, нефтегазовых и так далее, которые тоже по этому медприказу должны жить и проходить эти обследования. Это сколько должно быть специалистов в Москве задействовано? Несколько сотен, если не тысяч, которые будут все это отслеживать по всем предприятиям. Каждое утро, значит, там люди выходят в одном Мухосранске, во втором Мухосранске, Мухосранск-1, Мухосранск-2, Мухосранск-3. И вот в каждой такая лаборатория существует, и специалисты дистанционно должны как-то обследовать. Я вообще не представляю этой схемы. Это такой бред, такой бред с большой буквы и всеми большими буквами, что просто у меня слов нет. Это невозможно точно, с технической точки зрения, именно относительно к предсменному психологическому контролю. Мониторинг еще, да, в спокойной обстановке, где-то в тиши лаборатории, это все можно организовать. Я вижу, что это можно организовать, но это не предсменный контроль точно. Вот скорее эта фраза о том, что значит использование дистанционно, предсменный проводить, это нереально. Использовать дистанционный метод при периодическом мониторинге еще можно, еще раз повторюсь. Поэтому живите как хотите, ставьте памятник тому, кто это написал, его глупости и абсолютнейшему идиотизму. Человек, который никогда ничего не в жизни никогда не проводил. Проведите сенсомоторную реакцию. Как эти данные будут поступать сразу на сервер? Есть уже такое программное обеспечение. Задержка при использовании интернет, даже пускай это будет 5G, она будет настолько велика, поскольку вот та же сенсомоторная, зрительно-моторная реакция, прошу меня простить, простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект. Там замерения происходят в долях миллисекунд, то есть норма является показателем, допустим, для мужчин от 158 до 320 миллисекунд. Соответственно, в режиме онлайн, с учетом задержек работы самого компьютера на стороне пользователя и на стороне обследуемого лица, скорость передачи информации по интернет никак, ну при всем желании, даже 5G, даже 10G, все равно эта задержка будет настолько велика, что невозможно будет использовать эту реакцию, простую зрительно-моторную реакцию, сложную зрительно-моторную реакцию и реакцию на движущийся объект, использовать дистанционно. Задержки будут офигенные. И так-то на одном компьютере, когда это работает, мы видим эти результаты, да, и то, да, то есть компьютер должен быть быстрый, хороший, новый и так далее. А уж передавать куда-то на, не локально, а куда-то на удаленный сервер, тут такие задержки пойдут, такие задержки пойдут через интернет, соответственно, через сколько компьютеров все это пройдет, соответственно, конфиденциальность информации, сколько серверов через себя всю эту информацию пропустят. Это кошмар какой-то. Одним словом, даже все равно должен быть блок пользователя, конечного пользователя и блок удаленного пользователя. И в режиме онлайн диалога это с технической точки зрения невозможно иначе, да, то есть чтобы тут же результаты куда-то сваливались удаленно. И тут же давался какой-то ответ, все равно специалист должен это увидеть, проанализировать. В Москве должно сидеть там сто тысяч человек и, соответственно, по всем предприятиям Российской Федерации все это дело мониторить и допускать, не допускать к допуску на работу, если говорить о психологических обследованиях предсменных и уж если тем более говорить о психологических обследованиях периодических. Это тоже под большим-большим-большим вопросом. Так, что дальше у нас идет? Вот не забыли, они тут вписать, что журнал ведется на бумажном носителе. Молодцы, 70 лет старичкам, они не забыли про журнал. Это бред такой. А то, что вот это требует расписания из сложнейших инструкций предприятия, как это все будет происходить, они вот об этом не описывают. Вот как-то люди будут, должны будут сами выкручиваться в этой структуре, да, на предприятии на каком-то. Но про журнал они не забыли вписать, конечно. Куда же бы мы без журнала? На дворе 1950 год. Ручками должны журнал заполнять, вносить туда информацию, данные. Специалисты это должны делать. Это здорово. Рано пенсию, по-моему, кому-то. Со своими журналами регистрации. Был у нас и есть такой журнал регистрации. Это отдельная перечень. Тут у нас вообще ни один человек на работу не выйдет по этому перечню. У всех проблемы со щитовидкой. У нас в городе у всех проблемы со щитовидкой. Давайте, значит, не пропустим всех, у кого есть проблемы со щитовидной железой. Вот болезни эндокринной системы, свыраженную на нарушение функций. Эндокринная система. Эндокринологи этим занимаются, да. Соответственно, у всех людей 100% проблемы со щитовидкой. Всех нафиг с предприятий не сказать хуже. Но это отдельная тоже тема для разговора. Сейчас я вновь вернусь до этих методик. Докопался я, да. Но тот бред, который здесь написан, и все офигевают по всей России, кто читает и видит этот приказ, просто заголову хватаются, какой бред тут написан. На этом все. Попробуйте провести все это дистанционно. Предсменный контроль. Продумать, как это должно выглядеть. Тот человек, который это писал, он никогда этими вещами не занимался 100%. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.